Играет музыка Я приветствую каждого, кто сегодня вечером с нами. Здравствуйте! Тоже всем говорю добрый вечер и приветствую тебя. Добрый вечер. Сегодня у нас намечается еще один вечер воспоминаний. Намечается. Да, при том, что в нашей студии мы часто вспоминаем людей, которые близки были нашей студии, и которых знал вообще весь город, и которые оставили следы в истории этого города, и оставили наследие, которое очень долго можно еще обсуждать, анализировать и размышлять. Ну вот сегодня у нас, конечно, повод вспомнить человека, которого, ну правда, знает почти весь город и помнит. Может быть, даже кто-то не ассоциирует, так сказать, образ этого человека и его имя, но то, что его видели почти все и отмечали для себя в городе, это точно. Мы говорим о Довите Григорьевиче Симоновиче. Вот на днях ему исполнилось бы 90 лет. И сегодня повод его вспомнить, а я думаю, что помнят его люди многие именно потому, что он даже вот внешне очень выделялся. Если ты шел по центру города и напротив, на тебя, или, я не знаю, параллельно тебе, несся такой невысокий, невысокий пожилой человек в берите, он несся, он не шел. Он несся, рассекая толпу. Всех встреченных женщин, своих знакомых он целовал смачно, мало знакомых он целовал еще смочнее. Это, ну, это правда, но это я шучу, конечно. Это действительно человек, на самом деле, оставивший в памяти города огромный след в самых разных направлениях. И след его действительно очень заметен, и сам он был всегда очень заметен. Это тоже здорово. Да, и, наверное, сейчас можно сказать, что его очень не хватает, но, с другой стороны, очень много осталось произведений, остались книги, остались стихи, на которые до сих пор можно услышать песни, и таким образом человек тоже живет. И не только книги, и не только стихи, но и даже, можно сказать, и музеи, и память города, а других знаменитых людях, которые у нас жили, тоже многое осталось в его подаче. Я тоже приложил руку к этому. Ну, вот об этом подробно мы поговорим сразу после афиши, узнаем, что интересного будет происходить в Витебске завтра, ну, а потом будем встречать наших гостей. Витебск. Витебск три дня с 24 по 26 июня будет отмечать 1048 день рождения. Праздник города насыщен официальными мероприятиями, концертами и спортивными программами. В Витебске в эти дни проходит международный фестиваль «Фотокрок». Форум объединяет профессионалов и любителей фотографии. Это площадка для обмена опытом и творческими идеями. В субботу и воскресенье мероприятия пройдут в выставочных залах, библиотеках и в концертном зале «Витебск». В Дубровно 26 июня пройдут финальные мероприятия международного фестиваля песни и музыки «Дняпровские голосы». В Витебске 26 июня завершится православный фестиваль «Радость». Мероприятия форума организованы на открытой площадке по улице Пушкина. Специально для юных гостей фестиваля организованы работы детской гостиной. У нас в гостях сегодня люди, которые, безусловно, помнят Давида Григорьевича и которым, безусловно, есть что о нем рассказать. У нас в гостях Людмила Владимировна Хмельницкая, историк, Татьяна Михайловна Свистунова, директор Государственного архива Витебской области, Алексей Шко, член Союза писателей России и руководитель Народного литературного клуба «Кофейник». Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое, что вы согласились с нами вместе повспоминать. Тем более, что в нашей передаче мы периодически в вечернем Витебске возвращаемся к памяти Симановича. Несколько передач было ему посвящено. И говорили мы о нем в наших передачах, о том, как он работал у нас на студии. Сегодня мы хотели бы поговорить о наследии, о том, что сегодня мы вспоминаем и как его мы вспоминаем сегодня. О его, наверное, делах, которые остались и сегодня еще живут. Я знаю, что самое большое дело в нашем Государственном архиве – это дело Симановича. Это так или это слухи? Нет, это совершенно не слухи. Конечно, Государственный архив Витебской области в основном хранит документы управленческого характера. Но есть особый комплекс документов личного происхождения. И фонд Давида Григорьевича, он не просто самый большой и объемный. Если просто переводить все в цифры, то в составе фонда Давида Григорьевича хранится 1400 дел. 11 701 документ, 14 музейных предметов и 266 книг. Нужно сказать, что вообще в составе фондов Государственного архива, личные фонды, это более 40 фондов, в их составе чуть больше, чем 10 тысяч дел. Нужно понимать, насколько действительно объемен этот фонд по сравнению с другими. Это не значит, что они менее значимы и менее интересны. Но Давид Григорьевич, он, я так понимаю, вероятно, на генетическом уровне был собирателем. Давайте, пока вы говорите, у нас есть просто некоторые документы в электронном виде, которые вы нам переслали. Давайте мы хоть что-нибудь из этих, я уже потерялась сколько там тысяч, из этих тысяч хоть несколько посмотрим. Показывайте нам, пожалуйста, все, что можете. Показывайте, а мы на чем-нибудь будем останавливаться. А мы на чем-нибудь будем останавливаться, действительно. Но это не значит, что другие фонды менее значимы. Ну вот вместе с тем у Давида Григорьевича, он по своей сути, вероятно, ну вот, похоже, был просто собирателем. Потому как у него есть на все его интересующие темы все, что угодно. Все, что угодно. Все, что угодно. Там можно найти все, что угодно. А можно обрисовать как-то сферу его интересов? Ну, сфера его интересов, понимаете, это тогда нужно говорить вообще, в принципе, очень подробно о его всей общественной деятельности. Ну вот мы, я думаю, остановимся сегодня. Абсолютно о всей его общественной деятельности, потому что прежде чем, ну я так понимаю, прежде чем приступить к какому-то мероприятию, приступиться, он вначале изучал тему, предмет, систематизировал все собранное, всю собранную информацию. И вот отсюда в его фонд вошли документы, собранные по интересующим темам, и разносторонность этих вот тем, она четко представлена в его личном фонде. Поэтому всего перечислить нереально. Но это документы, связанные с Ефросиньей Лось, с Владимиром Короткевичем, с Шагалом, с Пушкиным, с Маяковским. Понимаете, перечислить все темы, это просто нереально. Это просто нереально. Вот. И, в принципе, архивный фонд его в основном может характеризовать тоже очень серьезного человека по его фонду. Ведь основу фонда составляют его стихи, пьесы, произведения, проза, часть, трудовая биография там представлена. И лично о нем надел 20 биографического характера. То есть вот вся его жизнь, это литература, это его творчество, это его работа, это его общественная деятельность. Вот это вот самое главное в жизни. И сам он совсем чуть-чуть. Вот знаете, так интересно, я сегодня, когда собиралась на передачу, естественно, думала, о чем мы будем говорить. И я вот подумала, ну вот буквально, наверное, ну сколько-то лет назад, ну может быть, когда мы начинали вечернее Витебск, мы говорили о том, что вот уходит поколение людей, которые, ну, например, помнят войну. Не просто помнят ее, а вот участвовали в войне. Вот уходит поколение. А сегодня я подумала, вот у нас передача про Симоновича, и уходит поколение, чья молодость пришлась на 60-е. Вот это вот поколение 60-ников, вот этих энтузиастов, ну, я не знаю, ну для меня, я с ним познакомилась, конечно, уже, ну, я пришла работать на студию. Ну, в моей молодости, да, я с ним познакомилась, и периодически мы пересекались. И для меня это вот человек именно вот такой яркий, живой тогда был пример 60-ников. Вот ему все было интересно, и он за все мог браться и вот это как-то про, как это сказать, хорошо, правильно, культурно продвигать. Да, продвигать. Вот Пушкин был, Пушкин тут в Витебске не был, вот давайте мы сейчас тут выкрутим, хоть что-то выкрутим, да, вот Пушкин здесь был все. А Пушкин был, а Пушкин был, Шагал, да, Людмила Владимировна, ну, во многом, да, ну, может быть, не знаю, ну, в чем-то, не во многом, но имя Шагала вернулось в город. Во многом, во многом роль Давида Григорьевича в этом смысле большая, хотя, конечно, не он один занимался возвращением этого имени, но он очень смело и настойчиво, целеустремленно, и можно в некоторых случаях даже просто напролом шел. Шел в то время, когда Шагала, к Шагалу относились, сейчас это кажется странным, Шагал наше все, а тогда, вообще-то, даже в 87-м году, это было два года, как умер Шагал, после смерти Шагала, это было столетие со дня рождения Шагала, которая во всем мире праздновалась под эгидой ЮНЕСКО. Ну, в Советском Союзе было особое отношение еще в течение, до этого времени, и при жизни Шагала, но к 87-му году в больших городах, в Москве, Петербурге, вернее, в Ленинграде, лед тронулся, и была выставка в Государственном музее избранника искусства имени Пушкина, это было такое покаяние, а у нас в Беларуси, к сожалению, ну, тем более Беларусь, и здесь еще уже Витебск, да, все это была совершенно другая ситуация, здесь была в течение нескольких лет, даже после 87-го года, такая анти-Шагаловская кампания, когда нужно было иметь просто гражданскую смелость, чтобы говорить о том, что Шагал наш земляк, что он великий художник, потому что на официальном уровне, на уровне там городских властей, областных властей, партийных властей, которые заправляли тогда всем, он преподносился, Шагал преподносился, как сионист, какой-то непонятный, вообще художник, который то ли родился в Витебске, то ли не родился в Витебске, зачем нам вешать на город миллионные расходы содержания музея, если об этом говорить, вообще о музее тогда не говорили, и вообще, как тогда писали, ну, просто открыть прессу, почитать, надо еще разобраться в его биографии. И Давид Григорьевич, похоже, он, да, он начал, кстати, начал разбираться, потому что что можно было в Советском Союзе узнать о Шагале, откуда взять информацию, ни о его биографии, толком ничего не знали, тем более о его работах, даже с его работами не были знакомы, потому что я как-то вот задалась целью найти в белорусских книгах, источниках там послевоенных каких-то по истории искусства, репродукции Шагал, я не нашла. Я нашла одну маленькую, вот такую вот, в истории, в истории мастерства Беларуси, там малюсенькая совершенно, одна, единственная, и по этой надо было, и по ней надо было представить, что только за художник, чуждый нам, и сколько он нам чужд, или он, насколько нам близок. Я посмотрела в художественной энциклопедии, вот, извините, двухтомная, конец 70-х, начало 70-х годов, я не помню точно издание, я посмотрела Шагал, мне тоже было интересно, что про Шагал, ну, вот такая маленькая там статичка, Шагал родился в Российской империи, французский художник, да, ну, и есть вопросы. Да, и, конечно, тогда образовалось, образовался целый такой кружок интеллигенции, витебской интеллигенции, белорусской интеллигенции, которые вот начали пробивать головой, можно сказать, асфальт, и нужно было иметь большую гражданскую смелость, чтобы перечить, там, скажем, первому секретарю обкома партии Владимиру Григорьеву, и говорить о том, что нам музей, что городу нужен музей Шагала, что Беларусь и Шагал нужен, и, в общем, это сейчас кажется, что все это, ну, само собой разумеется. Ну, что это всегда было. И что так всегда было, а так далеко не всегда было. Мне даже вот недавно, я пытаюсь сейчас вспомнить, кто-то из гостей, приходящих на вечерний Витебск, связанный с темой Шагала, кто-то нам говорил, что и до сих пор бывает такое, что говорят, слушайте, надоел ваш Шагал. Ну, это уже так и да будут говорить, и все время будут так говорить, когда надоел, а когда неизвестен был. Вообще это разные вещи. И поэтому... Ты в Витебск, в общем-то, известен ведь в мире, потому что у нас Шагал. Да, это старая истина, которую люди постарше прекрасно помнят. Те же художники наши, витебские, которые... И художники, музыканты, и деятели культуры, которые выезжали в Советском Союзе за рубеж, и там пытались объяснить, откуда они, например, из Минска. У них спрашивали, что такое Минск, что это такое. И когда они там отвечали, это там 300 километров от Витебска, а, да, тогда знаем, тогда знаем, где это. Витебск – это ключевое слово в мире, в культурном мире. Потому что единственный, наверное, ну, очень редкий случай, по крайней мере, в мировой культуре, когда между именем художника и именем его родного города стоит вот такой знак равенства и равнозначности такой. А вот скажите, как вы считаете, ну, вот общественная деятельность Симоновича, ну, да, мы можем говорить, что Короткевич, имя Короткевича, да, ну, вот кроме Шагала, да, имя Короткевича, вам связанное с нашим городом тоже во многом, ну, пролонгировалось, да, Симоновичем. Памятник, да, например, памятник поставлен, вот тоже ему было не все равно, надо было ему, чтобы этот памятник стоял. С Пушкиным имя Пушкина в городе появилось тоже во многом благодаря ему. Ну, связи со всеми поэтами Евтушенко, Вознесенский, он же со всеми дружил. Ну, следуя Владимировне перед передачей говорили, что дома у него, да, все знают, да, что дома у него было кресло, ну, квартира в достаточно современном доме, таком 70-х годов постройке, не очень большие комнаты, книги, кругом книги, библиотека, безусловно, и в центре комнаты кресло, это было кресло поэтов. Было такое, ну, уже на моей памяти, это было уже просиженное кресло такое, желтое такое, желто-охровое такое. Вот, это было кресло, в котором сидели все поэты. Все поэты, естественно, были дома, были приглашены, тоже вот есть фотографии, мы, наверное, их видели уже, мне не очень удобно, я в мониторе не следила. Может быть, мы видели эти фотографии уже, где Симонович с различными поэтами, там, и с Евтушенко, и с нашими, и белорусскими, и витебскими, и с Конопелько, и тоже я сейчас, может быть, там всех не могу назвать, но вот, скажем, вот его общественная деятельность по, как это сказать, ну, возвеличиванию имени нашего города, неродного для него, неродного, он не родился здесь, в Витебске, он здесь оказался в молодости, или литературная деятельность, вот что важнее? Я вот думаю, что это как-то неотрывно, да, связано друг с другом, и то, и другое. Ну, вот так как сам занимаюсь литературной деятельностью, да, то, соответственно, конечно, я вот пытаюсь отталкиваться от того, что делал Давид Григорьевич, он как бы учитель, у него на работу настолько много различных, да, вот в его практике есть столько различных наработок, которых, в принципе, можно использовать, и которыми заниматься. Ну, вот, чтобы город оставался в каком-то культурном, литературном процессе, да, в общем, мировом, конечно, нужно привлекать в город каких-то литераторов, да, какие-то делать вечера, да, вот, чтобы он был интересен, чтобы он звучал, да, на других сценах, потом они поедут и будут рассказывать о Витебске, эти связи сохраняются, да, вот. В том числе, Давид Григорьевич, как мне кажется, и что мы пытаемся делать, да, вот, со своим клубом, он был зачинателем традиций. Это интересно. Вот любое дело, за которое он брался, оно не ограничивалось где-то, вот оно началось и закончилось, да, на каком-то пути. Оно продолжалось и становилось как бы небольшим кусочком его жизни. Он его вел, вел, вел по жизни, да, это и пушкинские чтения его, и шагаловские потом, да, вот и шагаловская премия, и прочие, прочие, прочие традиции, и Короткевич тоже, да, то есть если он брался за что-то, это уже шло с ним рядом по жизни. И это интересно. Интересно. Ему самому это было интересно. Ему это было интересно. Вот он, это вот так, это вот, я не знаю, как это вот так может быть. То есть ему это не просто, я взялся, я тяну эту лямку. Нет, это же, это же вот... Ты говоришь, что это не было его работой, это было общественное деятельность, социальный долг. Это был интерес, который вот его вел, и, наверное, вот... Это что-то внутреннее, да, внутреннее состояние человека, который, наверное, он считал, что вот город, во-первых, он влюбился в Витебск, да, но вот это вот количество стихотворений, которое посвящено Витебску, это, конечно, поражает. И тоже вот «Тысяча стихов о Витебске», который у нас когда-то проходил марафон, там около ста стихотворений было Давиду Григорьевичу просчитано. Вот, марафон «Тысяча стихов», ну, там немножко до тысячи мы не набрали, но это неважно. Вот. И у нас мы уже начали разговаривать. Да, да, говорите. Обо всём, да, вот... Есть, то есть сейчас готовится большая энциклопедия «Память города» по следам марафона, да, то есть вот там наработано большое количество стихотворений, и это стихотворение, эти стихотворения, ну, не все, конечно, те, которые позволяют качество лучше, из них, так скажем, войдут в большую антологию, которая называется «Память города». Делает эту антологию Елена Крик-Левец, да, в Витебском нашем университете Машерова, вот, работа идёт. А в прошлом году, вот, к юбилею Машерова, да, университета вышла вот такая вот, как бы... Подержите её, пожалуйста, вот покажите нам. Сигнальный такой экземпляр, да, вот, куда также вошло несколько стихотворений Дарида Григорьевича Семановича. А в энциклопедии будет, ну, большое количество. Опять-таки, опять-таки, как всегда, Дарида Григорьевич у нас будет в энциклопедии основным, да, таким автором. А вот скажите, вот эта вот поэзия русского слова, это двухтомник... Я чуть решила, что это антология, что Семанович войдёт в антологию белорусской поэзии, а вот у вас двухтомник поэзии русского слова. Это что за издание? Вот. Это издание, которое вышло в 2019 году под редакцией... Вот такое вот издание, под редакцией Академии наук Беларуси. Подержите, пожалуйста, ещё не все увидели. И что вошло в это издание? Здесь собраны, вот в этом двухтомнике, собраны авторы, русскоязычные авторы, которые писали, и писали, и пишут на русском языке у нас в Беларуси. Авторы, которые когда-то, может быть, жили в Беларуси, уехали куда-то. Да, ну, в общем, тем или иным способом связаны с Беларусью. Вот. В том числе вошли сюда стихотворения и небольшая, значит, энциклопедическая справка о Давиде Григорьевиче Симоновиче. Опять-таки, это силами Елена Владимировна Крикливец. Она готовила, она готовила материал сюда по Давиду Григорьевичу. Вошли фотографии с Давидом Григорьевичем. Это, конечно, большой, это действительно большая энциклопедия. Это книги, которые еще, я думаю, долго и долго будут использоваться, как учебная литература, в школах, в университетах. То есть здесь в основном собраны действительно все значимые авторы, русскоязычные авторы белорусские. Ну и среди них, безусловно, Давид Григорьевич. Григорьевич Симонович, да. Вот здесь статья о нем, на стихи. Биографическая статья. Да, биографическая. И это, конечно, я считаю, очень... Да, это на самом деле очень почетно и правильно. Правильно. Ваш интернет-проект «Читаем Симоновича». То есть стихи Симоновича звучат, я так полистала, так интересно, разные люди, дети, взрослые, и имеющие отношение к литературе, и вообще, понятное дело, не имеющие отношения. Читают стихи Симоновича, записывают себя, присылают вам... Когда я придумал, да, мне самому было интересно, как же это получится, и как люди подключатся к этому, ко всему. Ну, на самом деле, есть страница Деида Григория Симоновича, которую я веду. Есть группа, которая относится к этой странице, это тысячи стихов о Витебске. Так же, как Деяда Григорьевич, я тоже не могу бросить, что однажды началось, то как-то так и продолжается, и идет. Теперь нет выхода. И мы как-то в прошлом году соорганизовались все вместе, и запланировали ряд мероприятий к 90-летию Деида Григорьевича. И в том числе я предложил мероприятие «Читаем Симоновича», под хэштегом «Читаем Симоновича». То есть люди просто могут прочесть стихи, Деида Григорьевич снять себя на камеру и выложить это в интернет. Давайте посмотрим, как они это делают. У нас есть возможность. Давайте. Давид Симонович. Мост, решеток-говорок, ухо вешнего обнова, петербургский уголок в центре Витебска родного, дождик, силуэты дней, на волне разлива лодка, не хватает лишь коней, вздыбленных рукою к лотто. А на фоне старых стен, что судьба оберегала, все еще летает тень, молодая тень шагала. Красных зданий островок светится зимой и летом. Ах, бессмертный уголок в городе тысячелетнем! Ты из пепла воскресал, был в душе от рада в бурю, ты, как Витебский вокзал на просторах Петербурга. Звездопад, Давид Симонович. В лугах еще трава густа, и вечереет поздно, а звонкий ветер августа уже сбивает звезды. Как сочные антоновки, сверкнут и станут тень, лишь слышен шелест тоненький минуту их падения. Присоединяясь к акции, читаем Симоновича. Скажите мне сейчас все добрые слова, которые потом произнесете, когда сомкнется надо мной трава, и пчелы остановятся в полете. Их реквием во сне и в наяву мне не слыхать, уйдя, вы навидали. Скажите мне сейчас, пока живу, все те слова, что после бы сказали. Ну вот я думаю, что стихотворение, которое мы услышали сейчас в последнем, оно очень знаковое. Скажите мне сейчас все добрые слова. И я помню, как Симонович читал его сам. И когда он читал его сам, ну тогда казалось, ну вообще, ну это правильно, ну как-то так вот, да, ну вот как-то не принято у нас сейчас при жизни говорить все добрые слова, которые, можно сказать, хотя безусловно их надо говорить при жизни. Ну давайте продолжим говорить их хотя бы сейчас, вот в рамках нашей передачи. Может быть, мы вернемся к концу 80-х и еще раз, может быть, вернее, более подробно говорим о том, как имя Шагала приходило к нам в Витебск. Да, давайте вернемся и попросим показать фотографии как раз этого периода, вот начиная с самых ранних. Ну, как-то в такой общественной общественной жизни, значит, ну вот это первая выставка Шагала, которая была в 91-м году, открытие выставки, и вот здесь, это уже лед тронулся, это уже риторика официальных властей переменилась, Шагал уже наш земляк, наш великий земляк, которого стоит почитать и прославлять. Это уже, можно сказать, третий этап в увековечении памяти Шагала в Витебске, который себе Давид Григорьевич наметил. Вообще, можно говорить, он говорил, он сам всегда говорил, что возвращение Шагала в Витебске есть три этапа. И было три этапа, он все так наметил и шел эту цель, он наметил эту цель и шел к ней так последовательно. Вот первый этап это возвращение имени, вот тот самый период с 85-го года, когда Шагал умер, хотя первые стихи, посвященные Шагалу, у Симоновича датируются еще 60-ми годами, тут нет ничего удивительного. И вот с 87-го до начала 90-х, когда в 90-м году был создан Шагаловский комитет городскими властями, Давид Григорьевич стал его бессменным председателем до самого своего ухода. Он был председателем Шагаловского комитета в Витебске. Вот это первый период возвращения имени Шагала, когда просто люди привыкли даже слышать то, что нам не надо думать о том, что скажут арабы, если мы вернем имя Витебска. А это на полном серьезе, это почитайте газеты, почитайте газеты, витебские рабочие выступления Григорьева, того же первого секретаря обкома на каком-то совещании. И Григорьевич, кстати, об этом писал вот в своей книге воспоминаний «Витебский вокзал». Вот здесь много чего того периода, подробно описанные, подробно описанные события того жизни. И вот там Григорьев на полном серьезе говорил, если мы откроем музей Шагала, то, что скажут арабы. Надо думать о международной ситуации. Ну, сейчас это смешно, но тем не менее это были реалии этого времени. Извините, а на той выставке первый присутствовал тот же самый человек, Григорьев, он же говорил уже новую речь. Да, так вот как раз с 90-го года это было увековечение памяти Шагала, когда у нас появились памятник Шагалу в начале улицы Покровской, когда появилась мемориальная доска на доме, в котором, на Покровской улице, где сейчас дом, музей Шагала. Когда появился памятный знак на нынешнем здании арт-центра, вот это было увековечение памяти Шагала и, наконец, создание музея. И это в 91-м году, в сентябре, вместе городские власти приняли решение об этом. И вот тоже был третий этап, когда Давиду Григорьевичу уже была большая помощь в этом деле возвращения Шагала в виде музея с его сотрудниками, директорами, директоров было несколько на протяжении. Вы, Людмила Владимировна, командуйте режиссёру, чтобы он показывал. А то он ждёт, чтобы вы ему сказали... Такой предыдущий снимок, вот вы и вам спрашивали, это действительно один и тот же человек, у которого уже... Это был Григорьев там в центре. Если можно показать ещё раз этот снимок примечательный. Вот, мы видим здесь Григорьева на открытии выставки, и, конечно, риторика его уже совершенно другая. Уже про арабов не думали, уже думали про то, как обозначить имя Витебска, какое место он должен. Он должен появиться на карте, на карте искусства, на карте мировой культуры. И благодаря личным связям Давида Григорьевича на этой же первой выставке мы видели и Рыхора Бородулина, и Василя Быкова, которые приезжали по просьбе, по приглашению, личному приглашению Симоновича, поддержали своим присутствием. Вот здесь мы видим как раз Симонович, Бородолин, Быков и Вангарем Никифорович. Это писатели, подписатель Вангарем Никифорович, которых Симонович приглашал на шагаловские чтения. Они несколько раз приезжали на шагаловские чтения. И вот этим мощным таким ударом, массированным ударом первые годы была пробита вот эта брешь, и тогда стало легче жить в музее. Вообще-то я хочу сказать, что прекрасная идея пришла Давиду Григорьевичу в 90-м году, как только был создан шагаловский комитет. Вот собственно поле было огромное для деятельности. С чего начинать? С чего начинать? На Покровской улице жили еще в доме на Покровской улице еще жила семья Мейтиных. Шел вопрос... Она еще нечем не подозревала, наверное. Нет, там уже хорошо подозревала. Подозревала и боялась. Но они ждали, пока им город выделит жилье для того, чтобы они могли переехать. Они даже потеснились в своем жилье, одну комнату они выделили под музейную экспозицию. Даже это было лето, они вынесли мебель на улицу. Пошли даже на это. И несмотря на то, что ну когда идет поток посетителей, которые приходили смотреть, что такое и лето душное, а как раз у Зиновия Мейтина, как раз инфаркт тогда случился, им вообще нужен был покой. Но люди тоже понимали значимость всего этого дела. Но тем не менее, перед Симановичем тоже стоял вопрос, как и перед всей общественностью, что, собственно, с чего начинать. Музей строить понятно, но не сию минуту, потому что вначале надо построить жилье и переселить людей. А потом уже делать музей. Что было делать? И вот Давид Григорьевич придумал идею шагаловских дней. Причем такую широкую полифоническую идею, когда это и музыкальные, и литературные какие-то. И вот просто я снимаю шляпу, что называется, его идею в создании шагаловских чтений. Когда Виземск стал местом с первых чтений, которые были еще в январе 1991 года, когда они не были еще даже международными, никакими они были всесоюзными. Наверное, у нас есть фотографии. У нас есть программа. Конечно. Программа первых шагаловских чтений январь 1991 года, шагаловских дней. Вот эта программка. И тогда Симонович просто настоял на том, что музей, музей уже тогда был создан, скоро был создан на бумаге, но музей должен стать центром, который занимается вот этой научной деятельностью, вот этой концентрацией сил научных. И потом из года в год он стал моторчиком таким, да, Эд Григорьевич, который занимался, ну, настаивал на том, что нужно проводить чтение, 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 чтение. В результате эти чтения стали ежегодными, потом они стали международными, они стали все более расширяться и к ним присоединял особо большие и больше людей, и это было, может быть, это была единственная значимая такая вещь в научном плане, благодаря которой о Витебском музее знали о значок, это первое шаговское чтение. И благодаря Симоновичу, вернее, благодаря его тоже вот этой неугомонной энергии и его активности были не им установлены, но им развиты связи с городом Нинбургом, тем городом, который подарил Витебску первую работу Шагала, вот мы сейчас тоже ее можем посмотреть, вот эта фотография из немецкой прессы, еще до того, как эта работа к иному миру, литография Шагала, она попала в Витебск, она еще в Нинбурге, и вот этот снимок, как раз сотрудники Нинбургской мэрии держат приобретенную фотографию, которую они скоро подарят Витебску, и волей судьбы оказалось, что это последняя работа, которую Шагал сделал в своей жизни, и первая работа, которая вернулась в Витебск, и с нее началась коллекция музея, которая сейчас имеет уже около 300 единиц, Шагал, Симонович установил контакты, вот первые контакты с Нинбургом, первые его выступления там были, он поддерживал эти контакты, потом в Нинбурге был создан вообще круг содействия развитию музея Шагала, Давид Григорьевич очень активно сотрудничал с этим кругом, он все время будировал интерес в Германии к тому, что происходит в Витебске, он читал там доклады, он читал там стихи вместе с Владимиром Попковичем в переводах Владимира Попковича, его друга, и таким образом вот этот Нинбургский круг, он много подарил книг, подарил несколько работ Витебскому музею, и очень большую помощь оказал при реставрации того дома на Покровской улице, который уже сейчас дом-музей, с которого съехали к тому времени жильцы, и, может быть, реставрация длилась бы там несколько лет, но она длилась несколько месяцев благодаря тому, что круг содействия оказал финансовую поддержку, и, между прочим, крыша, синяя шагаловская крыша, которую покрасили еще в 97-м году, она до сих пор нетронутая, так и стоит, не облупилась, не обвалилась, ничего, качественно. И большое дело еще в шагаловской теме, если говорить о Симоновиче, это попытки, уже его попытки, первые попытки установить контакты с семьей. Когда был создан в 90-м году шагаловский комитет, и его председателем стал Симонович, была жива еще дочка Шагала, она, правда, уже была больна, она умерла, Ида Марковна умерла в 94-м году, но до ее смерти еще были попытки общественности города, и Симонович даже добился того, чтобы делегация от города была направлена в Париж, для того, чтобы установить контакты и с Идой, и с Вавой, вдовой Марка Шагала, и с музеем в Ницце. Ну, немножко такая смешная с сегодняшних позиций, если смотреть, это была поездка, но она все-таки осуществилась. Делегации Витебска, в том числе и Симонович, слетали в Париж, правда, ни с кем из намеченных людей они не встретились, но отвезли туда, они отвезли туда копию памятника Шагалу, который сделал Гвоздиков, и, в общем, оставили все подарки и для Вавы Шагалу, и для музеев Ниццы. Они оставили это все в белорусском представительстве там во Франции, которое потом связалось и с Ниццей, и с Валентиной Шагалу, и передали им все по назначению. Ну, то есть, была уже такая официальная конкретная заявка, что в Витебске что-то происходит. И в музее в Ницце есть эти подарки теперь, да? Ну, я надеюсь, что да. Я не берусь утверждать за них, но они там должны быть, потому что они им были переданы. Вот, но, в общем-то, семья Шагала, наследники Шагала, не наследники, а вот те люди заняли такую вожидательную позицию, не особенно они в это поверили, но зато потом, когда уже и Ида умерла, и Вава умерла, и в права наследия вступили внучки Шагала, уже были установлены контакты, вот у нас есть фотография, где Симонович с внучкой Шагала, вице-президентом Шагаловского комитета в Париже, Смирет Мейер, она Шагаловский Андрей нам покажет фотографии с внучками. Вот, и так пошла история, так уже дальше развивалась эта шагаловская тема в биографии Симоновича. И вот уже в заключении этой темы мне хотелось бы напомнить, что единственным лауреатом Шагаловской премии у нас тоже был Давид Симонович, когда он получил, вот есть фотография, на которой председатель горосполкома Федорчук вручает ему эту премию, это 92-й год, Давиду Григорьевичу в этот год исполнилось 60 лет. И это только-только начало шагаловской темы, и как раз вот такая знаменательная, и он таким остается единственным председателем шагаловского комитета в Витебске, единственным лауреатом шагаловской премии. Ну вот я хочу сказать, что единственным и первым он бывал очень часто в своей жизни, единственным и первым. у нас на студии Давид Григорьевич работал тоже много лет и давно. И когда он работал, студийная наша работа, у нас тогда был комитет по телевидению и радиовещанию, она строилась не так, как сегодня. У нас было много редакций, очень много. И была редакция, в частности, литературно-драматических программ, вот он был начальником этой редакции, и создавались передачи, и передачи эти, к сожалению, не оставались в архивах, потому что все тогда снималось в прямом эфире, шло и не оставалось ни на каких носителях. Но первую студийную передачу все-таки умудрился сделать Давид Григорьевич Симонович. Это была передача по заказу Москвы, передача о Витебске, и вот эта передача была снята, сделана, безусловно, на стихи Давида Григорьевича Симоновича, был снят «Наш город», и вот этот фильм очень долго, он сейчас хранится в том числе и в фондах, ну, я не знаю, Останкина, наверное, ну, вот, как бы, центрального телевидения Советского Союза. Вот мы с вами сейчас можем посмотреть отрывочек из этой передачи, которую создавал Давид Григорьевич Симонович первой нашей студийной передачи, снятой на кинопленку. «Наш городской фондах» «Наш городской фондах» «Наш городской фондах» «Наш городской фондах» У городов, как у людей, черты особые, приметы, И кистью яркою своей века рисуют их портреты. Шумят века, идут века, навстречу вьюгом ветру зною, И, как седые облака, века проходят над звеною. О, как сегодня далеки легенды древней страницы! Княгиня Ольга у реки решила здесь остановиться. Сказала, место благодать, его осмотрим с позаранку. На ведьбе должен замок встать, и по реке название замку. А было так или не так, дубы молчат, молчат упрямо. Но город рос на берегах, на замковой горе, как замок. Шумит двина, ведь и она могла бы рассказать сегодня, Что значит гневная волна многострадального народа. И под зловещий пушек гром, народ, не думая о жизни, с дубиною и топором, Идет отстаивать отчизну. Неправда, камни не молчат, от них до прошлого так близко. О славной, доблести солдат горят слова на обелиске. Шумят века, идут века, навстречу в югом, ветру, зною, И, как седые облака, века проходят над звеною. Двадцатый по календарю пробил уже свое начало. В губернском городе зарю большевики куют ночами. И сквозь листовок листопад видны им будущего дали, И революции набат уже гремит над площадями. Мой древний город снова юн, Его трудом меняют годы, И не об этом ли поют трамваи, фабрики, заводы? Пока смотрели отрывочек, фрагмент, Татьяна Михайловна нам прокомментировала, Что, оказывается, еще первее успел Давид Григорьевич До нашей студии тоже оставить передачу. Фактически, в личном фонде Давида Григорьевича Есть информация о том, что, собственно говоря, И тексты этих передач, там 363 документа в этом разделе, О его работе на Витебской телестудии. И фактически сценарий первой программы, Которая вышла в эфир 20 апреля 1960 года И посвящена она была стихи белорусских поэтов О Владимире Ильиче Ленине, Был написан Давидом Григорьевичем и Шульманом. Лев Шульман. Да, да, Львом Шульманом. И фактически текст к репортажу, Который был снят на кинопленку Первомайская демонстрация, 60-й год тоже, Он тоже был написан Давидом Григорьевичем. Поэтому, ну да, многогранность изучения фонда, Она просто бесконечна. Бесконечна. Вот, нужно тоже, можно спокойно говорить о том, Что вот Витебский вокзал, да, первая книга, Значит, а вторая книга, Она фактически тоже есть в составе фонда, Но она осталась неизданной. Там, да, Витебский вокзал с 1996 года, Его дневниковые записи, Фактически его уже рукой написана книга вторая. Вот, и она тоже вошла в состав архивного фонда. Ну вот, Олег, для вас это поле для деятельности, смотрите. Поле для деятельности, да. Есть рукописи, как известно, они не горят. В составе фонда богатейшая переписка, Более 1825 писем у нас. Вот, и я думаю, что их показывали, Демонстрировали письма, Там автографы и Быкова, и Лученка, и Фраткина. То есть у него очень активная переписка в этом направлении, во всех направлениях шла, и вот с такими известными людьми в том числе. Вот, если вернуться к нашей студии, просто Людмила Владимировна тоже есть, есть еще по скриптам, да, то есть, опять же, вот буквально там сегодня или вчера вы связались с человеком, который в свое время работал с Давидом Григорьевичем, да? Да, это речь идет о Бали Никитиной. Вот я могу показать вам ее фотографию как раз того периода. Того периода, да. Она работала вот как раз в литературно-драматической редакции, которую возглавлял Давид Григорьевич. И она, сейчас она живет в Иерусалиме, но вся ее жизнь связана с журналистикой, с писательством она пишет. И вот она как раз, когда узнала, что в Витебске отмечают, собираются отмечать так широко и с общественностью 90-летия Давида Григорьевича, она порылась в своих архивах и нашла там несколько стихотворений, посвященных, которые она написала, которые посвящены были Давиду Симоновичу. Надо еще сказать, что Давид Симонович, как только переехал в Витебск, он вокруг себя сплотил вот эту пишущую, читающую молодежь и сделал литобъединение. И вот Алла говорила, что для них были очень важны эти собрания, которые вот Симонович как центр такой притяжения всех этих сил Витебска того времени осуществил. И для них были даже не столько важны какие-то там литературные, может быть, разборы их произведений, как на литобъединениях собираются, читают там, по очереди разбирают. А сколько вот самообщения и самообщения с Симоновичем, который для них был тогда такой просто звездой, путеводной звездой во многих отношениях. Ну, и вот одно из стихотворений Алла Никитина переслала, и я его с удовольствием прочитаю. Это такое лирическое стихотворение, которое отражает вот такое предновогоднее состояние. Просто было написано как раз в канун Нового года на студии, и вот здесь фигурирующий «Мой добрый шеф», ну, понятно, кто, что это Давид Григорьевич. Давиду Григорьевичу Симоновичу. Густой снежок предновогодний тушует синеву двора. И вот стирается сегодня и начинается вчера. Вчера с утра дурной приметой в подъезде грелся черный кот и был сомнительным приветом его зрачков короткий кот. И начинался день в сражении, какому имя суета, логические продолжения того кошачьего хвоста. Капканы прошлых недобдений, пренеприятный разговор, змееобразный ход ступеней с линолеума на ковер. Мой добрый шеф смотрел устало сквозь плотный сигаретный смог. Ни я его не понимала, ни он меня понять не мог. Трещал плафон дневного света, перекрывая телефон. Сбывалась вещая примета, давлел ее мохнатый фон. Но, слава Богу, кто-то рядом взглянул в окно и вдруг застыл. Там падал снег, и белым стадом деревья шли из темноты. И осторожно, по оленьи, не нарушая тишину, они несли, как избавление, звезду и тонкую луну. Вот так. А было ли сегодня, или злополучное вчера, густой снежок предновогодний тушует синего двора. В общем, разговор о Симоновиче так же бесконечен, как и его фонды. Мы хотели сегодня еще поговорить о переводах. Много мероприятий, да. Много в этом году мероприятий по библиотекам проходит. Это и конкурс переводов. Да, это Григорий Симонович, потому что хочется, чтобы его стихи услышали и могли прочесть на других языках. И сейчас заявки мы принимаем еще до 1 августа, поэтому кто может, пожалуйста, переводите, присылайте. И записывайте себя, чтобы мы могли послушать, как звучит стихотворение. Там еще нужно видео прикладывать. Да, это вот, как член оргкомитета, наверное, на «Видевский листопаду». Я могу сказать, что в этом году «Видевский листопад» посвящен Давиду Григорьевичу Симоновичу. Там будут звучать его стихи. Непосредственно номинация «Декламация». Там обязательно нужно продекламировать стихотворение Симоновича, кто подает заявку. И много-много-много. Тоже «Славянский базар» из «Весту личного искусства», где тоже будут звучать стихи, так как я курирую поэтическую часть, я могу это обещать, все читать. Давида Григорьевича Симоновича. Я хотела сказать, нам нужны Симоновичевские чтения. Но теперь я думаю... Мы уже к этому пришли, по-моему. Потому что 26 июня у нас уже сложилась традиция. 26 июня – это день открытых дверей, которым он называл свой день рождения. Он называл днем открытых дверей. И вот эта традиция сейчас перешла в центр Марка Шагал, где ежегодно... Мы вспоминаем Давида Григорьевича, поем песни на его стихи, читаем его стихи, читаем стихи, посвященные ему. И каждый год – это какое-то новое, что-то новое, новая тема. В этом году, кстати, будет пожелание от Давида Григорьевича потомкам. Так вот, там у него есть и такие стихи, которые я насобирал, и мы будем их читать. Что интересно, мы бы могли сказать, что он наш коллега. Но я понимаю, что точно так же про него может сейчас сказать абсолютно весь город. Если до определенного момента можно было думать, что он наш, оказывается... Оказывается, он общий. Оказывается, он для всех. Если... Я просто хотела сказать, что если вот я думала, что нам нужны Шагалов... Ой, Симоновичевские чтения, они уже есть. Нам, наверное, теперь нужен музей Симоновича. Но об этом мы тогда с вами сделаем следующую передачу, потому что все... Время уже наше вышло. Спасибо вам большое за то, что пришли. Я думаю, что мы еще раз встретимся и обязательно продолжим наш разговор. Спасибо. Спасибо вам большое. Сегодня мы уже неоднократно говорили о том, что на стихе Давида Григорьевича существует много различных вариантов исполнения музыкальных произведений, песен. И у нас есть уже большой друг нашей программы Виктория Лобковская, которая является автором, исполнителем, и вместе с Аркадием Кирилловым, который делает аранжировку к ее произведениям, вот она готова представить прямо сейчас свое видение этой песни, записанной отдельно. Мы с вами прощаемся, а вы послушайте еще раз Давида Григорьевича. На этом все, пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» И под звездами стоит он И века стоял На особенных магнитах Как сказал Шагал У городов, как у людей, Черты, особые приметы И кистью яркою своей Века рисуют их портреты И тут века, плывут века Навстречу вьюгам ветру сною И как седые облака Века проходят над двиною И как седые облака Века проходят над двиною Ва-ба-да-ба-да-ба-да-бам Ва-ба-да-ба-да-ба-да-бам Этот город у слияния Вид бы дыны Посреди мироздания На краю весны Ты, Господь, благослови Над летними просторами И все таинства любви Что были мне дарованы У городов, как у людей, Черты, особые приметы И кистью яркою своей Века рисуют их портреты И тут века, плывут века Навстречу вьюгам ветру сною И как седые облака Века проходят над двиною И как седые облака Века проходят над двиною Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова